Господи, вот покажи мне какое-нибудь чудо, и я в тебя поверю. А Господь ему отвечает, поверишь, увидишь чудо. Скажите, пожалуйста, Антоник, как давно вы вообще в Панаме, Панама-Сити, как вдруг, ну, случайно, так резко поменяли страну, родились вы наверняка в Советском Союзе, да, вот, что произошло? Я уже здесь три года с половиной, почти четыре, и сюда попал, ну, по назначению церковному, до этого я еще три года жил в Аргентине, и, ну, за границу попал вообще тоже по, ну, стечению, наверное, обстоятельств, или промыслу Божию. Владыку Игнатия, митрополита на то время Хабаровского и Преамурского, перевели его в Аргентину, и, ну, я поехал с ним как помощник. И вот, неожиданно даже за самого себя, никогда я не предполагал, не мечтал об этом, но вот поле Божье оказался здесь, за границей. Ну, и мне, собственно, нравится здесь, я когда еще учился в мореходке, мне как-то вот сама страна Аргентины интересна была, Панамский канал тоже, и вот как-то еще, будучи тогда молодым, как-то уже Господь, наверное, акцентировал внимание мое на тех странах, где мне придется побывать. И поэтому вот так я оказался здесь. То есть меня назначили как благочинного Центральной Америки, потому что возникла здесь необходимость, появились православные прихожане, прихожане, ну, они даже не прихожане, верующие люди, которые перешли из католической церкви в православную, и нужен был священник, который бы их поддерживал, окормлял, наставлял в вопросах веры. И поэтому меня назначили в Панаму как благочинного Центральной Америки, поскольку пока только в Панаме и в Коста-Рике есть православные храмы, а в других странах еще только все начинается, еще только организуются общины, складываются потихоньку. Понял. Вопрос интересный возник сразу про вас. Вы сказали, закончили мореходку. Как давно это было, и как вы вообще сами себя связали с церковью? Это было давно, я так понимаю, что уже где-то в 2002 году я полностью посвятил себя... Ну, наверное, да, в 2002-2003 году я уже решил, что буду монахом. Еще будучи на третьем курсе в мореходке, когда у нас была практика, у моего друга была Библия детская, и вот как-то я в рейсе стал читать ее, проникаться, поверил, что действительно нашим миром управляет Господь, и все действует в этом мире по Его законам. Вот тогда уже первые мои молитвы начались, и я чувствовал, как Господь мне отвечает на мои первые такие, может быть, неумелые молитвы. Когда я заканчивал мореходку, я уже знал, что буду служителем церкви, для себя твердо решил, но духовник и родители хотели, чтобы я все-таки закончил, вдруг мое желание изменится, и вот уже заканчивал мореходку я по, так сказать, по благословению, за послушание, зная, что работать мне, наверное, не придется. Хотя еще два года после окончания мореходки я два года преподавал в колледже морском, спецпредметы, навигатор, всю астрономию, будущим судоводителем. А закончили в каком городе? В Петропавловске-Камчатском. А родом вы сами? Я родился на Украине, но у меня родственников на Украине никого нету, поскольку родители военные, отец военный летчик, и вот его переводили все время с одного места, с одного города в другой. Когда Украина стала независимой, в 1994 году мы переехали с Камчатки, вернее, с Украины на Камчатку, и таким образом я на Камчатке познакомился с владыкой Игнатием, его потом перевели в Хабаровск, и я так вместе с ним путешествовал. Я понял. Интересно. Вопрос. Вы сказали, что много католиков перешло в Панаме православие, правильно? Да, но не так, чтобы очень много. По российским меркам, конечно, ну я имею в виду по-российским, когда приходят в храм в России, то есть сотни людей. В воскресенье всегда храм полон. Здесь, конечно, и крещение в России, допустим, я помню, еще когда был молодым, в день можно было видеть пять-десять крещающихся каждое воскресенье. Здесь, конечно, другая ситуация. В храм приходят воскресенье около 25-30 человек, половина из них панамцы. По разным судьбам они решили принять православную веру, перейти как бы из католической или вообще просто были неверующие и приняли сразу православие. И крещаемых тоже в год бывает, если в России в одно воскресенье пять в одном храме, то у нас за год пять человек бывает, которые или переходят, или заново крестятся, включая младенцев. То есть здесь не так часто бывают крещения, венчания. Но тем оно как бы дороже, может быть. То есть когда бывает такое таинство венчания или крещения, то для нас это большой праздник. То есть это уже событие для всего прихода и для всей церкви. Поэтому не сказать, что очень много переходят, но тем не менее есть такие случаи, когда люди сознательно изучают, взвешивают. Сейчас в интернете можно найти любую литературу. и вот когда человек взвешивает все детали, нюансы, выбирает для себя православие. Мы только рады. А русскоговорящих к вам много приходит? Наша диаспора не очень большая в Панаме, но еще меньше из них верующих и не все верующие приходят в храм каждое воскресенье. А, верующие тоже не все приходят. Не каждое воскресенье, да. русскоговорящих бывает пять человек, бывает десять. Но больше испаноговорящих. Я понял. А как считаете, с чем связано, что вот вы вроде русскоговорящие, их количество немаленькое в Панаме, но приходят все-таки больше панамцев? Ну, видите, это же выбор веры дело очень добровольное. То есть и вот Господь никого не насилует, да, то есть вот если человек хочет прийти, он как бы идет в храм. и вот если в процентном отношении брать, так скажем, да, и вот наверное один там или может и даже меньше одного процента от населения России посещают храмы. Ну и если взять русскую диаспору в Панаме, по разным сведениям разные цифры бывают, кто-то говорит 600 человек, кто-то 1000, ну вот если от 1000 там один процент, значит у нас пять человек если приходит, то значит ну там меньше процента ну то есть процентном соотношении от общего количества скажем человек посещаем то есть верующих всего один процент может быть как и в России так и за рубежом такая вот ну скажем ситуация. Ну то есть по информации вашей русской диаспоры в Панаме от 600 до 1000 на человек вопрос ваше мнение у славян вера стала пропадать уходить то есть у панамцев получается на высших процентном соотношении как вы считаете? трудно сказать конечно если брать в процентном отношении ну если сравнивать католическую веру и православную я думаю так же я думаю так же поскольку и в Панаме то есть воскресный день если зайти в католический храм то тоже будет много людей и многие из них искренне верующие вот поэтому я думаю и в России воскресенье полные храмы и здесь и так же так же как бы в России есть несколько католических храмов которых может быть общины составляют 20-30 человек как у нас как православных в католическом мире то есть как бы зеркальная такая ситуация что у нас в России немного католических храмов и там общинки очень маленькие так и здесь то есть это католический мир люди рождаются ходят в школу их ну скажем с детства воспитывают в этой культуре католической и поэтому по по внутреннему своему какому-то настроению больше католики вот и когда они переходят в православие ну нужно еще многое дополнить чтобы восполнить то то что они не недополучили в детстве то есть все-таки русский человек он через произведения классиков русской литературы художников он воспринимает вот этот образ православия то есть это целый целый пласт такой он из всего состоит из тонких нитей сплетена вот эта вера православная она из произведений Достоевского из школьной программы да 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 действительно наша вера православная впитывается еще со школы хотя в школе в советском советское время запрещено было говорить о Боге но поскольку книги писались и произведения художественные писались часто людьми верующими поэтому это через произведения передавалось поколение из поколения в поколение также у них католическая вот эта культура она с детства уже впитывается в человека хорошо а вот про храм можете рассказать как он создавался и какие планы в дальнейшем и все ли традиции соблюдаете здесь в этом храме да мы стараемся поддерживать все традиции русской православной церкви и богослужения то есть в плане богослужебном празднике традиции даже вот ну к примеру на новый год в россии наряжают елку часто сейчас это искусственная елка но она очень символична то есть посреди зимы где все бело зеленое какое-то скажем дерево украшенное как ну какой-то такой источник радости а здесь мы ставим елку искусственную посреди буйной зелени и я все время задаюсь вопросом а для чего собственно вот эта искусственная елка вот ну только для того чтобы детям которые приходят на елку за подарками на детские утренники чтобы они были причастны вот этой русской культуре новогодней елки вот ну и то же самое другие праздники которые проводят диаспора на территории храма вот они так или иначе как бы тоже сохраняют вот эти традиции русскую ну мы стараемся поддерживать ну а сам храм он находится в зоне панамского канала это довольно хороший район но поскольку раньше сюда транспорт не ходил когда это была территория Америки поэтому до сих пор сюда транспорт не ходит ходит один автобус но вот попасть на него или ждать его бывает долго поэтому людям сложно сюда добираться хотя очень спокойный во всех отношениях и не нет сильного как говорят трафика нет пробок и нет сильного криминального напряжения тихо еще без шума тихо да меньше шума много зелени ну и сама даже архитектура домов здесь еще осталось нет высоких домов да такие они в определенном стиле построены все вот и в девяносто девяносто восьмом году когда была образована община а в этом году получается двадцать пять лет со дня образования общины православной в скорость в скором времени выкупили дом вот этот да вот этот дом где мы находимся и участок для строительства храма то есть земля тоже да земля тоже в собственности православной церкви и вот двадцать лет ну мы как бы собирали ну прихожане да я-то недавно три года вот прихожане собирали средства был уже оформлен проект храма вот но поскольку это очень дорогостоящее скажем строительство нового храма мы потихоньку решили расширять то что есть то есть этот дом мы потихоньку превращаем в храм вот вот это помещение где мы сейчас находимся это уже перестройка мы сделали два года назад ну и собственно есть планы о том чтобы расширять существующее помещение архитектурно его сделать похожим на храм то есть вот сейчас у нас два купола уже на крыше есть и есть в планах ну как бы архитектурно украсить в традициях русской храмовой архитектуры украсить дополнить чтобы люди проезжая даже не не задумывались чей этот храм откуда то есть какой церкви принадлежит чтобы было снаружи без слов понятно что это русская православная церковь сейчас только флаг показывает флаг да вот два купола и ну у нас есть надежда и планы на то что будет красивое здание здесь алтарная часть где священник совершает богослужение вот этот иконостас он очень открытый нет дверей ну это такой миссионерский ход чтобы прихожане видели все действия священника и в католических церквях вообще нет иконостаса поэтому для них как-то привычнее видеть все время быть в контакте со священником на этой стене расположены все русские святые то есть нижний ряд это монахи преподобные верхний ряд это епископы святители а здесь очень интересно мы разместили иконы князей и царей которые достигли святости вот и причем они все между собой родственники то есть вот начинают равнопостные княги и Ольги ее внук Владимир сыновья Владимира Борис и Глеб через 6 поколений родится князь Александр Невский его сын Данил Московский тоже святой внук Данила Московского Дмитрий Донской его супруга Ефросиня Московская княгиня тоже и Дмитрий Донской и Ефросиня причислены к люку святых за свою праведную жизнь ну и благоверные Петр и Феврония Муромские Анна Кашинская ну и всеми почитаемые в России блаженная Матрона Московская Ксения Петербургская вот вот такие значит князья и княгини наши вот также есть княгиня икона княгини София Суздальская это первая жена Василия Третьего причем когда Василий был царь Василий был бесплоден он захотел взять другую жену а Софию сослали в монастырь ну и постригли потому что конечно после царя она не могла быть ничьей женой первое время она скорбела потому что конечно для князя выбирали самую красивую самую образованную девушку в России и вот будучи такой скажем первой девушкой в России оказалась в монастыре в монастырьских условиях но со временем ей понравились монастырьский уклад устав она стала с радостью все это исполнять и достигла святости живя в монастыре уже то есть хотя первые ее туда попала в монастырь и не по своей воле святая вода да это святая водичка для вот проект храма который хотели строить на участке для для храма ну сейчас мы можем а свечи используете да вот у нас два подсвечника они находятся в этой части потому что кондиционеры постоянно их гасит свечи и поэтому они в этой части где кондиционер не уже два здесь недалеко находится посольство России оно как-то помогает поддерживает да помогает ну вот в основном конечно административно то есть если какие-то вопросы возникают то есть они всегда готовы нам помочь вот ну и зависит еще скажем послы тоже меняются поэтому вот когда только приход открыли один верующий консул который был очень верующим человеком он добился даже чтобы приходу выдели машину от посольства передали и вот до сих пор мы как бы пользуемся машиной с посольскими номерами вот то есть много зависит от посла и в принципе если нужно то всегда идут на помощь хорошо поддерживают а здесь вообще вот вы сказали про елку то что елку наряжаете ставите так может ель здесь растет посадить один раз ее и она будет расти родная своя для елок очень жарко здесь в Панаме то есть есть вот в Панаме разный климат то есть на самом деле то есть русский человек приезжая в Панаму он может выбрать себе район по по климату который ему нравится то есть кто любит потеплее поближе к морю кто любит кто не любит такой жары значит повыше в горах и вот в горах я знаю у нас здесь есть часовня в честь князя Владимира и княги Ольги она окружена сосновым бором огромным то есть это все искусственно посаженные но они уже за много лет выросли в настоящий такой вот лес сосновый а здесь в этом климате для них очень жарко они сразу вянут как и березки и вообще всякая культура вот многие женщины русские приезжают в Панаму ощущая вот это тепло вечное думают что здесь можно выращивать огурцы помидоры несколько урожаев в год снимать и быть счастливым а на практике оказывается не так то есть оказывается для корневой системы огурцов помидор это слишком земля слишком прогревается чтобы то есть корневая система не выдерживает такой теплоты а часовня вот вы сказали в основном а где находится территориально это вулкан Левая да Антон и вот на вершине вулкана то есть ну как бы там дорога поднимается а потом спускается в кратер и вот на гребне так скажем кратера построили часовенку ну это история одной семьи самый наверное первый священник который был в Панаме это протерей Владимир Ульянцев вот и он когда приехал сюда сын его тоже здесь как бы имел гостиницу на пляже и вот отец ему заповедал построить часовню с усыпальницей для ну для будущих сохранений как бы семейных и вот поскольку у Павла Ульянцева и его сына были возможности финансовые он построил часовню жена его как архитектор сделала проект очень красивый и вот сейчас эта часовня она как скажем семейная так то есть семья Ульянцевых хранительница этой часовни смотрительницы и собственно как бы тела протерия Владимира и Павла которые уже почили находятся там усыпальницы то есть на сегодняшний день они поддерживают да там да они там живут рядом это Вулкан Эльвай Дантун два часа от Панамасити интересно а помимо вот вот этой часовни церкви где мы находимся еще на территории Панамы страны есть какие-то часовни церкви да есть еще одна часовня еще выше еще выше есть район Альто де Мария называется Альто де Мария туда сложно проехать там живут очень богатые люди и вот один человек построил там деревянную часовню в честь преображения господня и я ее освещал года два назад поэтому вот три культовых сооружения на территории Панамы две часовни и храм от русской православной церкви будем знать скажите пожалуйста а вот другие веры насколько сильно представлены в Панаме ну там ислам буддизм я в аэропорту когда встречал человека увидел что много мусульман совершали намаз прямо в аэропорту отошли в уголочек там и молились есть иудеи но сказать что их преобладающие какое-то большинство нет это все-таки католическая страна вот евреев много вот но я не могу сказать сколько в количественном отношении ну слышу что много таких довольно состоятельных людей которые из израиля по национальности евреи вот и они представляют здесь свою как бы страну религию мусульман они вот сейчас вы описали находятся в центре а как вот с русской православной церкви оказалось как-то не в центре на окраине знаете мы не мы особо не хотели бы быть в центре города потому что вот в Аргентине у меня был опыт значит когда у нас храм находился в центре не в центре в хорошем районе таком густонаселенном со временем когда-то еще есть фотография что храм возвышается над соседними двухэтажными зданиями в наше в наше время храм зажат между двумя высотками его практически не видно шум от машин круглосуточный то есть и ночью невозможно отдохнуть этот шум естественно проникает в храм то есть сложно и молиться опять же криминальная ситуация другая в центре потому что все-таки где много людей много туристов там много и хулиганов которые хотят как-то поживиться вот поэтому я отчасти рад что наш храм находится в таком спокойном уютном месте у нас есть территория большая диаспора любит сюда приезжать приезжают люди с детьми но наши прихожане не только прихожане чтобы отдохнуть погулять то есть все-таки здесь не так много парков и вот одна из наших идей на будущее это создание такого парка чтобы это был такой русский парк чтобы все вещи в парке напоминали о России о нашей культуре и чтобы люди могли приезжать сюда отдыхать вот поскольку человек когда отдыхает вот в городе хотя храм стоит вроде бы в оживленном таком массиве но люди идут под своим делам то есть человек идет либо на работу либо с работы либо в магазин у него есть своя цель и он не хочет от нее отклоняться хотя иногда заходили в храм люди просто которые прогуливались по улицам вот а уже здесь поскольку люди приехали отдыхать они никуда не стремятся у них нет никакой цели просто приятно провести время и тогда конечно человек не спеша заходит в храм может поговорить может помолиться пока дети играют на улице может детьми прийти зайти поэтому я даже рад что у нас храм в таком месте уютном эта часть уже как бы запланированный алтарь то есть это вот как раз то место где совершает священник таинство то есть здесь как бы будут стены это часть которая предназначена для священника выдвинется сюда и храм станет намного больше вот ну здесь вот у нас есть купола флаг российский как вы заметили вот в этой части у нас салон для после каждой службы у нас бывает трапеза для общих для прихожан и жилые комнаты вот то есть здесь живут да здесь живут и я живу здесь и помощники вот а вот эта вот территория это все принадлежит церкви и здесь диаспора собирается на праздники разные вот мы заложили уже колонны стеливали для часовни памятника парк идея здесь сделала да 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 вот это видите это уже сад памяти то есть это международная акция когда на 9 мая высаживают плодовые деревья память о погибших воинах здесь посажен авокадо эти кэши орешки мандарины есть и вот эта площадка тоже ваша да да то есть вот недавно мы буквально сделали фундамент для часовни она как и часовня у нас есть памятная доска о память о первом проходе советских подводных лодок через панамский канал вот итальянский архитектор по заказу посла сделал такую доску памятную и каком году это было в 92 году 25 ноября то есть вот в конце года 5 подводных лодок вышли из Петропавловска одну подводную лодку подбили у берегов Калифорнии а японцы тогда у нас как бы с американцами была дружба и вот от Калифорнии сюда дошли 4 подводных лодки и они проходили через панамский канал даже что-то ремонтировали здесь с помощью американской базы но вот о том что первые советские лодки прошли в 1942 году есть памятная доска мы планируем ее здесь разместить вот здесь будет еще крыша и в общем то ну вот здесь можно будет возлагать цветы и какие-то речь можно будет сказать вопрос есть идея ну рядом по возможности как-то сделать родник ну я понимаю что как-то но можно можно мы думали конечно это было бы и для нас очень большие подспорья потому что водопроводную воду нам приходится замораживать и потом после разморозки мы ее уже употребляем для питья потому что кипятить это очень много покупать дорого а вот замораживать и после разморозки она становится мягче вот для нас это ну как бы лишние лишние хлопоты конечно если бы был родник мы уже задавались целью но пока не добились каких-то результатов положительных по поводу бурения скважины вот ну идея хорошая мы как бы обязательно это продолжим как бы искать и я думаю кто еще тот найдет это понятно не короткий путь это длинный путь но все-таки я считаю отталкиваться от родника можно уже соблюдая русские традиции да там вот купель уже и так да 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 тем более в панаме как-то люди устают от воды потому что в воздухе влажность дожди каждый день льет два океана постоянно вокруг панамского человека все время окружает вода и воду не очень любит поэтому я думаю них и поэтому еще не развита если вот эта традиция копать источники какие-то колодцы где была вода вот но поскольку в русской традиции это очень развито я думаю что в русском парке должно быть и это тоже хорошо это вот икона картина святая екатерина недавно написала одна инокиня которая тоже ее зовут екатерина и вот память о своей небесной правительности она написала эту картину где изображены орудия пытки последние может быть минуты перед казнью святой екатерина вот ну то есть воины в той в тех доспехах а кто художник в новосибирске в екатеринбурге я забыл его фамилия и фамилия и имя но вот эту картину написал в екатеринбурге один художник как часть будущего парка мы сделали такую того мостик и иконе покрова потому что храм в честь покрова икона божьей матери и вот такая у нас задумка чтобы отсюда скажем человек мог пройти к парку вернуться зайти опять в храм я как увидел этот мостик у меня сразу первое впечатление что здесь где-то есть родник но может быть да может быть он как раз и пойдет к роднику что как будто туда подходишь и там вот как раз вода будем будем думать в этом направлении будем молиться и все получится то есть на этой территории вот планируете такой мини-парк да да хорошо а как влияет вообще криминальная среда вы говорите вот криминал в центре так далее то есть обворовывают церкви или как это но не то чтобы обворовывают слава богу все-таки мы живем в католической стране и отношение к богу к религии у них воспитаны с детства и пока они себе такого не позволяют но все-таки открытым храм не оставишь то есть но как бы не всегда должен быть либо дежурник это который бы смотрел за этим либо охрана какая-то на юною потому что ну как бы если люди узнают что можно зайти как-то там значит просто даже приходят и просят милостыню если как бы им отказывают они начинают ее требовать вот обижаются оскорблению можно слышать вот в таком плане что в центре года криминальные криминальная ситуация создает дополнительное напряжение какое-то и люди тоже как бы не чувствуют себя свободными знаю что выйдя из храма можно попасть куда-то в переделку я понял ну по вашему рассказу можно понять что вы остаетесь по нами до развиваете здесь какие планы еще в плане развития но помимо парка которого озвучивали ну и архитектура самого здания то есть вот 22 таких генеральных направлений ну конечно еще открытие школы для испаноговорящих такой катетизация то есть это воцерковление их более глубокая то есть в этом есть необходимость и я думаю что то есть духовное направление богослужебные ну то есть образовательное богослужебное и строительное как бы три направления которые реализуют приоритетные наши три направления все разные да они так не было скучно да они все разные приходится вот все это охватывать испаноговорящие панамцы которые приходят они мы с ними как то есть на испанском на испанском да я благодаря тому что я уже все таки довольно долго живу в латинской америке не сказать что я в свободно говорю но в принципе изъяснять свои мысли и понимать могу проповеди говорю на испанском был служение частично на испанском у нас и ну и поэтому панамцы тянутся потому что как тут им понятно что происходит ну да если в греческой церкви служит на греческом и священник не говорит ни на испан ни на английском не испанском то просто благодаря тому что большая греческая диаспора ему хватает общения со своими соотечественниками если если бы он говорил на испанском языке то я думаю что у него было бы больше прихожан и больше возможностей поэтому благодаря испанскому языку немножко вливаешься в их культуру и начинаешь понимать их почему они так себя ведут почему они такие они опаздывают да да то есть эта часть вот их очень много очень много моментов отличающихся от жизни в россии даже климатические то есть у нас череда какая-то есть череда смен времен года вот сейчас заканчивается лето нужно готовиться к заготовки какие-то делать вот весна заканчивается нужно что-то менять все время что-то меняется в жизни а у них нет вот такого перемены и это тоже на характере человека откладывается а допустим у нас есть утро день вечер с красивыми закатами ночь причем тоже длина ночи дня меняется в течение года здесь все одинаково все ровно и нету вот вечер то есть у них ночь день и вечер ну то есть как бы вечер то у них 12 дня до темна то есть поэтому тоже вот как бы нет вот этих переходных каких-то форм как у нас утра долгая вечер закаты рассветы и тоже это как-то вот накладывает наверное свое какое-то формирование характера человека что вот он проснулся раз сразу сразу день не было утра . кто-то лампочку включил и сразу на работу но я даже на себя ощутил что вот ты когда живешь и климат не меняется да там снег снега понятно есть сезон дождей но все-таки если мы говорим про температуру температура на нее падает то ты как-то путаешься сейчас зима лето весна что-то да да есть такой непонятно и все-таки но не знаю так как я здесь не так давно в панаме не хватает такое изменение все-таки климатического хочется у нас это уже вот это у нас крови такой вот кто-то вырос на северных широтах ему как бы ему необходимо так какой-то перемены потому что вроде с ты когда приезжаешь такую тропичку страну да хорошо жара но от нее тоже чуть-чуть хочется отдохнуть уже и сменить обстановку хотя вот даже съездив на букет то есть там уже климат совершенно другой в горах уже прохладнее и более такой похожий на наш так посвежее стало получше конечно но в таком климате постоянно да тяжеловато тяжелому конечно или привыкнуть надо или выбирать такую климатическую зону в панаме где тебе будет комфортно согласен в заключение нашим зрителям какие рекомендации дадите верующим неверующим чтобы рекомендуете то есть подразумевается что люди или планируют или ну да то есть есть просто но большинство таких да вроде я когда мне плохо я верю а а когда мне хорошо но да и ладно церковь стоит я мимо прохожу и таких я бы сказал немало поэтому что вот таким порекомендуете как определиться вроде верить или не верить знаете вот одно такое высказывание короткое но очень емкое человек молился богу говорил господи вот покажи мне какой-нибудь чудо я в тебя поверю а господь ему отвечает вот поверишь увидишь чудо вот то есть если человек сделает первый шаг господь ему 10 навстречу сделать поэтому все от нас зависит то есть если мы хотим жить богом хотим жить хорошо я господь не обещает нам сладкой жизни что у нас проблем не будет вот но тем не менее господь помогает нам преодолевать проблемы на нашем пути вот если мы хотим жить богом нужно только сделать первый шаг и он всегда готов принять нас и действительно ну скажем кто сомневается вот есть бог или нет надо поверить что бог есть и тогда в твоей жизни будут множество множество чудес